Возмутительная новость. Сибирская генерирующая компания намеренно банкротит свои предприятия и, очевидно, собирается повесить свои долги на жителей края через тарифы. Сегодня с такими обвинениями в адрес теплоэнергетиков выступил Красноярский энергосбыт. Пока речь идет о полумиллиардной задолженности, но вскоре она может увеличиться вдвое, говорят в энергосбыте. Дело в том, что на сайте краевого арбитражного суда появилось заявление о банкротстве Девногорских тепловых сетей, которые задолжали энергосбыту более 530 миллионов рублей. По словам исполнительного директора Красноярской энергосбыта Олега Дьяченко, все началось еще два года назад, когда ТГК-13, который входит в холдинг СГК, стала выводить неприбыльные электрокотельные в отдельные предприятия. Балластом оказались Красноярская электрокотельная, Девногорские и Южные Енисейские тепловые сети. Акции последних двух проданы в офшоры, их долги растут, а с потребителей СГК деньги собирает через Красноярскую теплотранспортную компанию. Неплохо, получается, устроились теплоэнергетики. Таким образом, холдинг СГК создал на территории Красноярского края идеальную схему, позволяющую уходить от платежей. Плату от потребителей за тепло и горячую воду собирает ОАО КТТК, но средства оседают на его счетах. В итоге ТГК-13 закончила 2013 год с прибылью полтора миллиарда рублей. Почти миллиардная задолженность Девногорских тепловых сетей и Южно-Енисейских тепловых сетей. Растворилась где-то в ОАО КТТК, а с неликвидных киприотских котельных нечего взять. Следующий шаг – самобанкротство предприятий. Вот-вот обанкротятся и Южно-Енисейские тепловые сети прогнозируют в энергосбытии. Это еще 400 миллионов долга за электричество. В сумме получается почти миллиард. И в итоге платить за них будут потребители, если наконец-то не мешается власти, прокуратура и все, кому положено. Субтитры создавал DimaTorzok